здорово хлопцы привет девчата с вами снова пых сегодня начну серии видео о том что мне просили о том что у меня очень просили это о том кто я такой как я попал в японию как я полюбил японию как я учился где учился как искал работу где работаю так далее и тому подобное дорогие друзья товарищи других это уже сказал я не буду делать одно длинное видео на час например да а сделаю серию видео о работе конкретно о моей учебе конкретно о том как я приехал в японию как я переехал в японию и прочее 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 почему именно так а не иначе дело в том что я думаю час видео той больше никому не будет интерес смотреть и просто-напросто потеряете интерес и уйдете а если сделать короткое видео то этому будет и проще найти например определенную тематику до моей жизни и вообще просто полезно у японии и наверное не будет пропадать интерес когда вы смотрите видео длиной 8-10 минут моя любовь к японии мой интерес к японии впервые появился у меня в 10 11 лет приблизительно и началось все с одной книги о японии помню как сейчас это была большая здоровенная книга такая желтая обложка причем очень хорошая переплет очень много хороших картинок много красных фотографий книга которые я перечитал много раз и за это очень благодарен своей маме и папе потому что они собрали просто шикарную библиотеку у нас квартире потом ее потом растеряли так как часто переезжали но говорю ему еще раз большое спасибо потому что благодаря им наверное меня и появился интерес к японии если бы не эта книга не было бы и меня сейчас здесь в токио вот так мы переехали с семьей в россию мой интерес кипу немного остыл я перестал десла с японии и вернулся я к тем япония уже возрасте 15-16 лет когда путей иначе показывать аниме это я думаю многие знают сэл армун покемоны далее это различные фильмы студии гибли и вот именно благодаря студии гибли наверно я еще больше влюбился японию именно в аниме дальше скажите да вот взрослый чувак смотрит аниме да я смотрю аниме я его смотрел я буду еще смотреть просто я не считаю что аниме нужно смотреть в каком-то племенном возрасте там когда говорят после 6 лет смотреть аниме не рекомендуется она только для маленьких детей нет это конечно не так многие взрослые японцы смотрят его у меня многие друзья которые под 40 смотрят аниме я не вижу в этом ничего постыдного возможно это же можно сказать и о фильмах по комиксам потому что есть ребята смотрят фильм о комиксах если кто считает что комиксы и вообще фильм о комиксах это тоже такое детское развлечение я так не считаю у каждого свои вкусы и вообще они мы конечно я советую смотреть потому что много полезного много интересного как минимум можно выучить японский язык понять часть японской культуры по мере выучения ним и я начал смотреть японские фильмы начал смотреть японские сериалы слушать японскую музыку и в конечном итоге это все влилось в том что я начал учить японский язык то именно благодаря японскому языку впоследствии чем я и решил ехать японию случилось так что на одном из формов где я сидел я наткнулся на ссылку об обучении японского языка в японии я загорелся этой мысли и решил ехать в японию верни как решил я решил накопить денег часть я взял своих родителей они мне одолжили и таким образом я смог поехать на обучение в японию сказать что обучение японского языка в японии это тоже знаете такая специфическая тема потому что много видео вы можете найти о том как учиться в японии как ехать в школу я сегодня не буду рассказывать о своем опыте конкретном опыте японской школе я расскажу как в отдельном видео сегодня поговорим только о том как я приехал в японию в данном случае наверно у меня как и у многих блогеров которые сейчас живут и работают японии которые рассказывать о японии стандартный путь то есть я приехал учиться в японии в данном случае я не в институт а приехал учиться языковую школу таких ребят довольно таки много и я еще раз повторяю что это наверное один из самых основных путей когда возводит вам приехать жить и учиться в японии об этом я уже рассказал дома своих прошлых видео если интересно то посмотрите ссылка будет вверху ссылка будет также в описании к данному видео и в конце данного видео тоже оставлю ссылку посмотрите и вы увидите основных три пути как позволяет уехать жить или работать в японию все обучение в японии это вещь конечно сложно потому что опять-таки нужны деньги и деньги нужны немалые скажу только немножко да японской школе что у меня была школа такая где обучение в год стоило порядка 700 710 тысяч йен то есть порядка около 7000 долларов в год однако я получился там всего полгода так как с вами скучно и я ушел об этом я потом не расскажу в другом видео чтобы вам не было да скучно смотреть данное видео и получается так что такой суммы до 7000 долларов наверное не каждый сможет накопить что касаемо стоимости жизни японии то у меня тоже есть видео опять таки у меня есть видео на канале вы можете посмотреть стоимость жизни японии сколько нужно на двоих то есть мне и моей жене вместе тратим на проживание в японии сколько стоит карпата обычная где-то средняя да сколько отопления водопровод покушать сходить там в ресторан развлекаться все это есть данное видео посмотрите я его тоже кину в конце данного видео ознакомьтесь я думаю вам будет полезно потому что это наверное самое последнее видео из всех о ценах и стоимости из японии которые есть у блогеров все остальные как правило это видео может даже год или два назад было снято сейчас цены поменялись все таки и она является наверно одно из самых актуальных на данный момент что касаемо приезда моего в японию то скажу честно что первые дни нахождение японии первые часы даже первые часы нахождение японии это очень большой стресс и каждого переживает по-разному у меня был стресс наверное первый вечер когда знаете появилось такое паническое чувство страх что зачем я приехал японию и последующие спрашивал да у многих знакомых у многих такое было не у всех да вот вы приехали по не все радость и штаны как говорят и розовые очки что все здесь круто и хорошо у многих до появляется к момент что опять таки возможно ты ошибся и не стоил сюда приезжать об этом я тоже не раз рассказывал что приезд япония это наверное очень смелое решение потому как япония это не россия это не европа очень много что отличается и мышление и вообще нравы какие-то обычаи традиции и это либо можно принять либо от этого можно отказаться и в последующем очень сильно страдать находясь в японии в одном из прошлых видео уже рассказал о том что обучение языковой школе это отличный шанс понять и ощутить на себе японию понять подходит ли вам япония и хотите ли вы здесь вообще жить можно приехать например учиться в языковой школе на месяц на три месяца и почувствовать себе жизнь настоящую японца настоящего японского студента я очень часто встречал раньше на форумах ребят которые проучились в месяц два-три японии и различались японии потому что представляли себе японии другой например как знать часто фраза была это японии все как в аниме к сожалению это не так да есть моменты например которые совпадают с тем что покажет японском японского не вообще в аниме да нет такое понятие японское аниме извините есть то что показывать в фильмах например японских сериалах и они схожи до жизни а есть выжмышленные есть то чего в японии не бывает и в результате разочаровываются и возвращаются на родину есть ребята которые например отучились в японском институте затем нашли японскую фирме работу там работают и тоже разочаровываться потому что скажем так механизм работы японской фирмы и российской фирме например это две разные вещи есть те моменты которые нет в российских фирмах скажем например я работаю строителем и у нас положено только два педикура ты можешь отдохнуть конечно если захочешь но это будет опять-таки неуважением если пойдешь в туалет это одно а если например ты будешь курить в одного скажем так то хотя потом тоже будут смотреть недобрыми глазами вообще например у строителей положено два педикура это в 10 часов и в 15 часов ты можешь пойти покурить там выпить кофе из дедохан байки до автомат в продаже и это нормально хотя могут например с нашей ребятскими работы мы это не сделаем потому что у меня сейчас курит только один человек и перекур вообще не делается вот он терпит до чтобы не курить одного так как не хочет чтобы считали что вот туда пошел один покурить но в принципе это было бы нормально потому что все таки ветеран в новой фирме и никто ничего бы не сказал дорогие друзья вот такая коротенькая история о том как я попал в японию теперь вы знаете что я приехал в японию изначально учить японский язык и как у меня появился интерес вообще к изучению японского языка напомню только еще раз что сначала была книга о японии интересная книга японии еще раз напишите в комментариях если вдруг вы знаете эту книгу как она называется потому что мне будет было интересно еще раз к ней прикоснуться и еще раз ее прочитать подестать посмотреть и наверно понастальгировать о том что было тогда затем опять таки у меня было аниме японские фильмы японские сериалы и японский язык и с последующим уже сама школа японского языка в японии в дальнейшем в ближайшем видео я вам расскажу о том как я учусь в японской школе почему я ее бросил почему мне стало скучно и следующий видео уже наверно о том как я искал работу и как я нашел работу в японии если по нас данное видео ставьте лайк оставить комментарий и не забывайте подписываться на мой канал рекомендуйте мой канал своим друзьям близким и знакомым чем нас больше тем интереснее чем больше комментариев и я думаю чем будет более веселее на моем канале приходите я обещаю делать видео все чаще и чаще все интереснее и интереснее на сегодня все я желаю вам удачи не болейте носите маски полоскайте рот держите дистанцию если этого требует государства прорвемся с вами был пых до скорых встреч пока